Возложение цветов – одна из традиций праздника. Этот год, несмотря на прохладную погоду, не стал исключением. С раннего утра альметьевцы у вечного огня, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб, пропал без вести и прошел войну. Во многих семьях страны есть истории о своих героях. Расцветали явные груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. Лиля Бадыкова научилась играть Катюшу на пианино. Готовилась к выступлению. Девочка пришла к мемориалу с папой. У Рамиля Бадыкова воевали два деда. Один был снайпером, второй возил командира полка. Призвались оба из Нижней Мактамы в 41-м году. Мужчинам повезло вернуться живыми. Один дед после контузии в 44-м году его комиссовали, а второй дед до 49-го года служил, потом демобилизовался. Рамиль Бадыков пришел с дочкой, потому что считает важным передавать знания о подвиге предков детям. Возложить цветы пришли многие жители города. Среди них как взрослые, так и молодые люди. У Станиславы Красновой не вернулся домой прадед. Он был шесть раз ранен, практически смертельно, но шестой раз не дошел до Берлина, там он остался. Он призвался с Челновершин, я знаю, это Самарская область. За пару часов серый гранит и мрамор стали алыми от принесенных роз и гвоздик. Сотрудники МЧС, прокуратуры, учителя, врачи, управленцы. Этот день объединяет всех. Со слезами и низким поклоном каждый по-своему несет цветы. Дед Риммы Хузиной женился до начала войны. Молодая супруга ждала мужа долгие четыре года. Был ранен, плечевое ранение, получил медали, орденал. На фронт ушло 18 тысяч альметьевцев. 10 тысяч из них не вернулись домой. В честь погибших была объявлена минута молчания. Завершила возложение цветов к Вечному огню руководство муниципального района и компании Татнефть. Елена Баур, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.